Двумя выигравшими командами, и одна из них уже Горилла Спрайт, которая уверенно прошла через Тандер Придейтер вперед. Ну, посмотрим, у нас будет ли здесь какая-то полная Best of 3 серия или нет, но думаю, что такого полного фиаско, две однокалиточные катки от Тандеров никто не ожидал. Это было действительно довольно ужасно, но Тандеры, в принципе, никогда стабильностью не отличались, и поэтому говорить что-то в их адрес было бы довольно странно. Ну, а Эго Бойс пока уже взяли себе двух персонажей, это Абадон и Атур Дивауэр, решили поторопиться с Кором, ну а со стороны Инфамус тоже появился уже один Кор персонаж, это Тролль Варлард, и помимо него уже взят Дарксир и Дизраптор. Ну что ж, связка уже какая-никакая есть между Дарксиром и Раптором, вместе они будут хорошо работать под Вакуум и Ультимейт, соответственно, последнего, ну а Тролль пока будет здесь на первой позиции. Вряд ли есть его смысл куда-то еще брать. Ну и Инфамусы вот в своем составе, опять же, стоит повторить, четыре европейца и один аргентинец Папита, он уже сторожил этой южноамериканской сцены, а вот люди из Инфамус сюда пришли относительно недавно. Я, кстати, не знаю, когда это случилось, хочу посмотреть, что на это еще скажет Ликопедия, она должна дать информацию о таких ростерах. Я думаю... Ну, даты тут какие-то отмечаются, то, что покикали всех предыдущих еще в начале этого года, но сейчас уже пятый месяц идет. Насколько я понимаю... А нет, их взяли в начале года тот состав, который был у них до этого, но от него ничего не осталось, в принципе, из того, что было раньше. И вот такой вот у нас получился составчик. На самом деле довольно интересно, как будут действовать себя европейцы в южноамериканском регионе. Мы уже увидели то, что у них не получилось прорваться против Пейнов, хотя Пейны уже не имеют ни вихи в составе, как это было раньше, ничего в этом роде. У них был чисто бразильский обычный состав. Вот действительно чистая Южная Америка во всех своих проявлениях. И они прям играючи прошли. И, конечно, стоит за них порадоваться. Они покажут, возможно, еще какой-то перформанс на мажоре. Помню, также Пейны участвовали в прошлогоднем эпицентре, но там я не помню, чтобы у них были какие-то достижения. Мне кажется, они даже из группы уже вылетели. И пока Шейкер тут взят, тоже под комбинацию с Дарксиром и Дезератором должен хорошо ложиться. А вот Лина берется на, возможно, даже позицию 4 у Эгобойс. Не вижу пока для нее больше применения. ОД уже занял мид, Абадон будет на пятой позиции. Ну, а Лина с Кентавром, возможно, что-то придумают. Не самое типичное решение. Ее, как правило, если берут вот так вот саппортом, то ставят на пятерку. Но я не вижу тоже в этом ничего такого особо страшного. Ага, Хастежо Роттон присоединился к Инфомас. Написано 15 мая, то есть буквально до начала квал за день. А все остальные к этому составу пришли здесь не написано. Когда? Но я думаю, что тоже примерно в начале мая. То есть они первой квалификации играют в таком составе. Ну, в принципе, тут даже легче чекнуть, как они играли прошлые квалы. Потому что все-таки достижений не так много у этого коллектива. И заметить такое тоже можно довольно легко. Ну, последние квалы, которые они играли, это, получается, квалы на Dota Pit. Как раз там посмотрю состав. Не интересовалась просто раньше вопросом. Да, раньше у них был совершенно другой состав. Скитер, Тимада, Папита, Бивер и Мусс. То есть единственное, кто у них был из вот этого состава, из европейцев, это Скитер, который Оливер, он же, и Бивер. Ну, и они также остались, и к ним присоединились Хастежо Роттон. Мусс ушел как раз-таки в Горилла, из которых мы уже его видели. И здесь еще оказался Блэк. Красиво? Красиво. Пока выглядит. Но посмотрим, получится ли у них в другом регионе показать себя. Потому что эти ребята играли, ну, в большей части вместе, не считая Блэка, в составе Мэдлэдс. По-моему, у них команда называлась, когда они в Европе играли в прошлом сезоне. Там у них ничего не получалось особо. Потому что, ну, даже тогда были американские, прошу прощения, европейские квалы довольно сильные. Несмотря на то, что прямые инвайты на турниры выдавались, и всякие Сикрет и Ликвиды стабильно получали почти на каждый турнир приглашение. Ну, а после этого они были подписаны вот Хастежо Роттон, Бивер. Насчет Оливера не помню, если честно. Но они играли в Спиритах. И теперь оказались здесь, в таком составе. Ну что, Лондруид напоследок берется для Эго Бойса. И это будет действительно карри-позиция. Лина будет на линии с Кентавром, Абадон будет с Лондруидом. Хотя можно здесь попробовать реплу поставить и поддушить противника. Но с Дарксиром, как правило, такие шутки плохи. Да и Лина мало что Дарксиру сделает. Скорее, даже больше будет терять от него ХП, чем сможет полноценно его погонять. Поэтому Абадон будет лучшим решением против Дарксира. Да и так вот, если посмотреть на дистанции, то Абадон, наверное, лучше всех пытается гонять Дарксира. Потому что дамаж дает много, плюс Дарксир при этом танкует крипов. И вот на первых левелах, когда у него еще нету соу-ринга и есть только какие-то мангусы с собой взятые, он очень даже неплохо проседает и что-то там теряет. Но остановить его всего, как правило, не получается, если это качественный исполнитель на Дарксире. И он все равно свое берет по итогу ленинг-стадии. И Infamous остаются при последнем решении для себя. У них еще нету мидера. Они уже давно знают о том, что здесь есть ОД. И посмотрим, что они возьмут против этого ОД. По-хорошему нужен какой-то Интовик. Там может даже Квапа, кстати. Она может хорошо лечь под связку из Дизратора Шекера и Дарксира. Если бы не было Лины в пике Экабоис, я бы еще Лину предположила. Можно попробовать того же Шторма, которого мы уже видели. Ну, то есть взять что-то из Интовиков, чтобы ОД не слишком мучился. Или Пака. Но это все-таки Квапа, который я тоже предположила изначально. И мне кажется, это хорошее решение. Одно из хороших решений. Ну и Блэк тем более сам по себе хороший исполнитель на Квапе. И по личным способностям должен на миде еще и попытаться переиграть Тимада. Посмотрим, кто окажется сильнее. Экабоис или Infamous Gaming. Первая карта у нас потихонечку стартует. И это начинается, я надеюсь, что уже более какая-то захватывающая картина. Технически вроде как все хорошо. Тут еще сервер поменялся, так что возможно больше лагов не будет. Но, к сожалению, трудно сделать так, чтобы пакет лоссов не было из-за таких вещей. И судя по тому, что здесь пишут в чате сами игроки, они сами регулярно на этих серверах пока что испытывают проблемы. Не так давно падали сервера у Valve по всему миру. И были проблемы у всех с тем, чтобы поиграть в доту часа четыре. И это, мне кажется, за последнее время самый долгий такой разрыв соединения. Там бывало то, что на десять минут падало, может на полчасика, может на часик. Но четыре часа это было прям совсем уже сильно. И с тех пор, до сих пор какие-то проблемы возникают, до сих пор что-то восстать не может. Вот об аддон. Все время по-разному показываются эти персонажи. Иногда там в бегах показываются, иногда где-то он справа показывается, слева. Но, видимо, это какие-то рарные заставки, которые я каждую из отличающихся от этой видела по разу, по два. Так что пока больше на них не везло. Так, у меня там какое-то предупреждение в уголке выскочило. Я уже думала, что у меня сейчас дисконнект нет. Но вчера у нас такие ситуации были. И даже в том числе ситуация, где дисконнектнула и обратно вернуться в игру я не могла уже. Но это было прямо в самом-самом конце, после написания ГГ. Так что я вряд ли на что-то не успела. Здесь будем надеяться, что все будет хорошо. Так как плей-офф Южной Америки с вами будем смотреть сегодня до утра практически. А с утрица уже начинаются квалы в Китай. Их тоже окончание, тоже плей-офф стадия. Там определились все участники плей-оффа. Кстати, интересно, чем там закончились переигровки, которые мы смотрели. Астеры все-таки прошли. А Кин, Сириус и Ехом оказались за бортом. Ну и получается, будет довольно интересно. В Китае плей-офф Ройл Невагивапти Мастер, Ньюби и Вичи Гейминг. Но я думаю, что Вичи Гейминг должны без проблем как минимум один слот брать. Но Китаю повезло в этом сезоне. Видим то, что на всех DPC турнирах Китай получал дополнительный слот. Так же, как и Европа. Европа тоже везде не оставалась обделена. Импицентр изначально принимал решение тоже дать третий слот СНГ. Но вмешались Valve. Сказали, что так делать не стоит. Не знаю, почему так случилось. Возможно, это просто из-за того, что это был последний DPC турнир. И там уже давать слоты командам, которые играют в свой домашний турнир, было не Камильфо. Ну и в принципе это отличалось от общепринятой схемы, где давали всем дополнительный слот Америки Северной, Китаю и Европе. Ну и как итог, Америке отдавать этот слот не дали, который обычно им отдавался. Просто оставили его на второй слот для мажора. И это действительно играет очень большую роль. Потому что заключительный этап DPC турниров, заключительные шансы попасть вообще в таблицу по DPC очкам. И даже вот кто-то, кто еще находится в низах, если он получит высокий топ по очкам на мейджоре, то он еще имеет шанс даже получить прямой инвайт на Интернешнл. Вот я даже сейчас, пока есть время, все равно пауза стоит. Прочекаю таблицу, чтобы посмотреть, кто близок, а кто не близок к таким вещам. Так, давайте посмотрим рэнкинг. Да, гарантированные инвайты уже получили 8 коллективов из 12, которые заявлены в этом году. В прошлом году было 9 коллективов, которые могли получить инвайт, теперь 12. Но зато там равное количество слотов с квалификацией. Насколько я помню, в прошлом году на Интернешнл или Сквал было разное количество слотов. У кого-то по 2, у кого-то по 1, а здесь теперь будет у всех по 2, если не ошибаюсь. Или у всех по 1. По-моему, у всех по 1. Потому что 12 коллективов уже есть, по 1 будет вполне достаточно. И остаются Secret, Virtus.pro, Evil Genius, Switch Gaming, Paris Saint Germain, LGD, Fnatic, Liquid и Ninja Pyjamas уже с прямым инвайтом. И они не должны сильно переживать за результаты свои на других мейджорах. King Gaming находится очень близко, но они уже пролетели мимо мейджора. И у них еще будет шанс только на майнере отобраться хотя бы. Потому что у них не хватает еще примерно 1000 очков, чтобы набраться. Не помню, сколько там за майнера можно получить. 175, по-моему, за первое место. Ну, около сотки. Сотка-две вот в этом промежутке. И они, явно не пройдя через майнер на мейджор, уже не смогут оказаться на интернешнале. OG сейчас в очень такой ситуации чекотливой. У них остается очень мало шансов еще куда-то выбраться. Им нужно занимать очень хороший топ на последнем мейджоре. Потому что у них всего лишь 948 очков по итогу этой стадии. Они сейчас, насколько я знаю, плей-офф тоже играют. Потому что прошли через первое место на Эпицентр только Сикрет. Да, и OG, причем, находятся все-таки лузеров. И они будут с Ninja Pijama сражаться завтра в 15.00 по Москве. Кстати, я тоже этот матч буду комментировать. Так что присоединяйтесь. Ну, просто пока начиналась наша квалификация, это все параллельно заканчивалось. Поэтому результаты смотрим только сейчас. И для них очень многое может, конечно, решиться на этом мейджоре. Но хочется напомнить то, что в прошлом году OG играли открытые квалификации. OG играли закрытые квалификации. OG играли весь International и победили этот International. То есть, ну, дорога через квалы, она, конечно, хороша. Но может не составить больших трудностей. Тем более, что действительно из европейских команд получается уже все, кто мог представлять большую опасность, они уже оказались впереди. И Virtus.pro, и Liquid, и Ninja Pijamas, которые оставались прежде основными конкурентами, которые занимали вот эти три слота на DPC-турнирах. Они вот все уже вышли вперед. Ну, там Альянс еще что-то из себя представляет. Но у них очков очень мало. Вот так вот, если посмотреть на вскидку, то шансы есть небольшие у некоторых китайских команд на Motive E-Home, которые очень хорошо подфармились за счет того, что на Майнерах себя хорошо показывали и выходили на Major. Jay Storm тоже еще что-то могут предположить, потому что у них еще сейчас пошло дело, и они вроде как должны выбираться из квалификаций американских в Major с небольшой вероятностью, потому что на плей-офф они попали. Через первое место вышли форварды Evil Geniuses, я думаю, вполне замотивированы попасть на Major просто так, хотя у них очков тоже уже хватает давным-давно для того, чтобы попасть на турнир. Пока на этом матче мы наблюдаем три руны для Infamous, получается, без смертоубийств, но все-таки три рунки они отжали. Хорошее начало для них. Сейчас еще есть шанс был Лину подцепить, но Лина откидывается хорошим станом. В итоге Бивер получает по голове, и Бивера можно забрать. Буквально пару тычек остается, и действительно получается Кентавру забрать этот враг. Еще есть стан по Скитеру. Скитера немного отгонят, но забрать его здесь будет без шансов. По аналитике, конечно, этой таблицы можно сказать, что у команд из Южной Америки совсем нет шансов выбраться на Invite на Day International, но в принципе для них это не впервой. Pain Gaming имеет более-менее очки. Chaos Sports Club прекратили свое существование, и на этой квалификации их уже нет. Там развалился состав буквально после последнего мейджора. Ну и все, по сути, больше никого, в принципе, из представителей Южной Америки в DPC-системе нет, даже хоть с какими-то очками. Но Pain Gaming зато набрали на 10 очков больше, чем Na'Vi. У Na'Vi 150, а у Pain Gaming... Точнее, наоборот, у Na'Vi 140, а у Pain Gaming 150. Кентавр тут уже, видим, поменял линию, оказался с Абаданом против тролля, который тоже переместился. Они преследуют его и хотят мешать именно ему. И это все дело пока, видим... Ну, конкретно троллю не помешало. У него хороший крипстат. Ничего особенного не происходит. И убийство было, но убийство было... Не того персонажа. ОД. У него второй уровень. Его начинает уже Клопа потихонечку гнобить. Но по крипам, видимо, то, что Клопа под отсталочка. Ну, тут, когда дело касается ОД, вот начальные моменты в ленинг-стадии трудно выиграть, просто потому что начинаются вот эти спамы астралам, которые мешают тебя добивать крипов. Но Тимада должен сейчас погибать. Здесь вот у него еще яд. Он проел фэрифайр и добивает его просто фиссурой бивер, хотя мог бы оставить фраг в Клопе. Но там был шанс, что пойдет и подданает Лина. Она могла с этим справиться. Ну, и поэтому решили не рисковать и докидывать эту фиссуру. Подходит просто флатун кентавр. Получает топоры по себе. Ну, у него зато заряжается его пассивочку потихоньку. Стакерит или это? Была сетка, не попали сеткой. Хотя втроем был шанс неплохой его забрать. Фраги нужны троллю. Надо разгоняться. Нужно как-то бустить события. И вот опять продолжается вот этот вот астрал, астрал, еще раз астрал. И ОД пока более-менее переживает все эти даггеры. Но реген у него потихоньку заканчивается. И остается последний тангус из пачки. Четыре уровня у него против четырех уровней Клопы с небольшим преимуществом. Буквально на одного крепца, которым пока она пользуется. И что по общей картине? Ну, в принципе, вот так вот посмотреть на вскидку. Никто не остается из тех, кто должен фармить, учитывая третьи позиции. И даже вот Дарксир не особо пока выделяется в этой стезе. Примерно то же у него, что у остальных. Хотя мог бы оказаться уже давно-давно далеко впереди. Так как у него есть возможность добивать абсолютно всех крипов. И Лондруида на линии абсолютно не расстраивает наличие Дарксира. Он из тех, кто вполне может остаться в соло и не обращать внимание на его существование. Потому что с помощью медведя он абсолютно спокойно танкует все, что здесь есть. Попита далеко ушел, но он на себя стянул трех персонажей. И это по-своему ценно. Потому что в этот момент тролль стоит и бьет крипов. Четыре уровня уже набил. ОД с нуликами. Везет себе, я думаю, Регенчика еще немного. Ну нет, тут варды пока вижу. Только вард. Да, один. А это как раз для того, чтобы следующие какие-то ганги предотвратить. Вот сейчас как раз он увидел Шейкера. И Шейкер не заметил то, что здесь ОД поставил вард. Не успел прокликать то, что у него был этот вард в принципе. Так, у Радиент, у Радиент есть шансы. Я считаю, что шансы неплохие. Но если смотреть... Опа! Блэк. Подбивают. Неплохо. Но у него есть блинк. Он на последнем выжидает, конечно же, чтобы этот блинк нажать. Потому что кулдаун большой и торопиться не стоит. И... Гентавр тоже здесь пока не выживает. Гитр забирает себе фраг. И неплохой бонус получается в 200 золота. Сейчас еще баунти-руны идут. И Эго должны делиться... А, нет, смотри-ка. Получается все-таки то, что Инфмуса возьмут... Да, две руны и две у Эго Бойс. У Эго Бойс есть шансы выиграть этот матч. Я думаю, что чисто теоретически по ставочным конторам должны давать какой-то больший коэффициент на них. Потому что... Ну, и Инфмуса просто более именитый тег, более именитые игроки. И это все дело должно играть свою роль. Тут, кстати, проблема у хэстежо Роттона. Может погибнуть, но пока бежит на Сурджи. Тут еще испуг был, но не попал по рейнджу. И бежит пока Роттон. Но у него закончился уже Сурджи, поэтому он должен был погибать. Да ладно, Медведь от него просто отстал. Он бежит под тавер. Он должен успеть отдаться таверу, но... Подошел к Мэтью. Не знаю, почему он так вот сразу бы не побежал. Может, в любом случае он бы там умирал. Закрыли опять кентавра. Фиссура хорошая. Выбираться отсюда будет трудно. Он дает стомп. Есть сетка. Сеткой закрывают. Но пока он еще не сильно пробит. И только на половину хп Фиссура должна падать. И зацепить его больше нечем оказывается. Хотя идут на пролом. Втроем не решили станковать тавер. Бивер. Опа. Посиди на базе немного, Лина. Придется пешком бежать. Это, конечно, потеря времени. А это означает, что здесь еще раз могут кого-то убить попытаться. Вот только сейчас приедает топориком дерево. Кентавр пытался выбраться. У него получилось. Но топорик это вещь неверная. В таких застреваниях может было бы еще одно лишнее дерево. И он бы мог погибнуть. Ну, по крипам видим, что наконец-то на свое законное место, на первое место вышел Дарксир. С небольшим совсем опережением. Потому что он уже успел один раз умереть. И у Квапы относительно ОД тоже небольшое преимущество появилось. Но несущественное. Хотя вот по ХП уже довольно сильно в Блэк вырвался вперед. Но шестой есть уже и у того, и у другого. Хотя ОД по привычке своей, в принципе, как-то принято, не качает на шестом уровне с антициклипс. С зарядками и исключениями это делают. Ну и давайте посмотрим по общей ценности тогда, что здесь происходит. И на первом месте оказывается Лоун Друид из команды Эггобойс. Хорошая позиция. Да, абсолютная ФК фарма. Что, в принципе, и логично. Тут еще оказывается Сеточник рядом. Тут уже надо цеплять Ротана. Получилось. Корни прокнули. Стан был. И потычки дали. Хотя Сурч есть. Он не помогает. И Дракен забирает себе фраг. Тролль. Квин оф Пейнт с инвизом в бутылке и с учетом наличия прокаста это может закончиться убийством. Бивер. Какие-то здесь перемещения пока более вялые получается. Да и вообще игра развивается не так стремительно, как то, что мы наблюдали в прошлой Best of 3 серии. Но пока у Infamous тролль показывает себя не очень хорошо. Он проигрывает практически тысячу вражескому керри. Но у него здесь действительно на линии было все совершенно не так спокойно. И все, что у него есть, это один фраг. Но тролль такой недостаток денег может спокойно переживать. У Лондруида, как правило, запросы повыше с его медведем. И посмотрим, насколько быстро он будет включаться в игру. Будет ли он вообще покупать себе что-то на мотив Battle Fury, чтобы фармить. Или он будет делать исключительно упор вот именно в раннюю драку. Но мы это узнаем, как только он докупит себе Power Threads. Так, Мэтью. Фиссура была. Поставляется под стан Бивер. Очень большие проблемы. Его могут добирать. Действительно, это минус. И есть ультимейт от Скитера. Будет пытаться подбивать кентавра. Прокает сенка. Пока что бьет его. Хорошо с топорами пошло дело. И в итоге получилось разменять одного бивера на двух вражеских героев. Хотя, Райзен тут не считается. Он отдался врагу. Вот и отдался врагу. Он отдался. Именно Койл, нажав и заденавил себя. И зато погибает Мэтью. Как-то это случилось. Это его квопа настигла. Со своими даггерами. Ну да, и как раз был использован Sonic Wave. Так, Блэк. Вангард используется. Бивер опять только рессился. Снова погиб. Баунти руны разбираются с 3 на 1 получается. Если я правильно считаю. Дракен забирает одну. Квопа забирает другую. Их и стажероты на Дракен. Да, и Блэк еще одну. Так что, действительно, 3-1. Ну, легкое такое преимущество получилось по баунти рунам, которое так вот сильно, видим, ничего не изменило. Пока что еще остается позади несколько по фарму тролль. Не догоняет даже Аутур Диваура. И будет действительно диффуза. То есть билд на Драку без всякого терпежа. Потому что в лейте, ясное дело, Аутур Дивауру и Лондруиду уже будет тролль проигрывать. Потому что БКБ никогда не будет вечным. И со временем будет ОД очень сильно его пробивать. Вне зависимости от того, под ультимейтом он не под ультимейтом. Всегда можно его очень хорошо кайтить за счет ОД. Просто Астрал закинул и все. Здесь вообще много контроля для того, чтобы его кайтить. И это для него всегда будет проблемой. Пока вышка падает, первая Т1 вышка будет падать со стороны команды Сил Света. И летит Дракен Кинтека. Выходит. Скифтер хочет зацепить. Замедлил его, а стан давать не стал. Интересно. Просто решили убежать. Как-то потоптались немного и ушли. Клопа будет выходить в... Интересно, во что. Будет ли здесь Юл Септер какой-то. Может, орчит на первый предмет. Ну, мы сейчас увидим, я думаю. Там как раз кто-то себе закупает Клопа. Ну, а это просто тут расходники. Ничего особенного. Но в будущем это будет орчит все-таки. Он понадобится, действительно. И ОД заткнуть будет полезно. И Лину тоже вырубить из Драки будет неплохо так. Тут Клэпнул Урса. И довольно больно сделал Лине. Но сам он погибает и отдает 200 золота. Как это принято за доминированного крипа. Аутур Дивауру. И это неприятно. Такие подфидоны лучше не делать с крипами. Когда дело касается таких вот дорогих саммонов. Да, Куман играет Винстрайкова. Подписали на средний коридор. И Айл ТВ там, видимо, не прижился. Но, в общем, по каким-то причинам он там не задержался. И сейчас квала закончилась на сегодня. Да, на сегодня закончилось все. В итоге Na'Vi выбили Virtus.pro в очередной раз. Но это уже наконец-то, мне кажется, закономерность получается. И в итоге они оказываются в гранд-финале квалификации. Им придется сыграть еще в безумно утомительную Best of 5 серию. Чтобы определить, кто будет победителем. И эта Best of 5 серия будет играться уже завтра. Вместе с двумя матчами лозеров, которые также остаются. Ну, и у WinStrike и Team Empire тоже последние шансы завтра будут в этой квалификации. Которые будут играть первый матч лозеров на вылет. Последний шанс, стоит напомнить. То, что прииграешь эту квалу, все, для тебя ворота в рай закрыты. Потому что через майнер выбраться плей-офф пока ни одному СНГ коллективу не удавалось. Были близки и Гамбит, и Нави. Но по факту не удавалось. Дракен. Закрыли его, но бить никто не бьет. В итоге ультимейт дезраптора ушел практически впустую. Есть стенка, стяжка. Все-таки получается забрать Абаддона. И очень сильно страдает Лондруид. Совсем чуть-чуть хп остается. Его добивают. Это отличный минус 2. И на этом можно, в принципе, уже отойти назад. И ой-ой-ой, как близок был гибели сейчас Дарксир. Но он должен погибать после этого астрала. Хотя регион там идет неплохой. Не получается. Тимада забирается с Дежо Роттона. Блэк тем временем разобрался с Тимада. И Мэтью остается здесь. Еще последний. И его можно убивать. Хотя сюда еще делает телепорт снова Абаддон. Попытается спасти Мэтью. Есть Афотик Шилд. И Блэку придется слишком далеко дайвить, для того, чтобы разобраться с этой настырной девушкой. Да, ставили так. Они все равно сделали очень хорошие минусы. Они забрали первую и вторую позицию. Тут еще Попита начинает пробиваться. Очень много КП потерял. Еще и Дабл Эйдж по нему вписали. И летит Койл от Рейзена, который его добивает последний. Еще получился размен. Как итог, за всю драку погибли только третья позиция из саппорта команды Инфомаса. Они забрали очень ценные фраги. Ну и, ясное дело, остались в плюсе. Но вот по-прежнему остается очень плохая ситуация у тролля. Но зато хотя бы Вин оф Пейн вырвалась вперед. А она с деньгами тоже может творить страшные вещи. Но троллю нужно как-то поднажать немного. Думаю, появится Дифуза, он уже будет более активен на драках и больше сможет сделать. Пока у него есть одна смерть и два убийства. И Рунки. Обе Рунки здесь забирают Инфомас по факту. А тут две должны доставаться команде Эго Бойс. Да, я тоже считаю, что Инфомасы должны брать второй слот. Помимо них некому больше остальные коллективы. Они здесь очень большой нестабильностью отличаются. Ну и плюс тут четыре европейца, которые могут как-то на скелле задавить. Но пока мы уже видели, что с первого места им выйти не получилось. И бразильцы их в сухую разделали. Есть лепорт. Они готовились к этому. Сетка ставится, но Дракен успевает из-под нее выбежать. В итоге это все не имеет смысла. Запоролся план в самом начале. Надо бы убежать пока получается. Попита пока бежит, но получится ли остановить этого бешеного медведя. Есть стяжка. Отличных. Если же уродом продолжать действовать. Поставил стенку. Есть иллюзия. И Дракена надо просто разламывать. Влетает бивер. Правда не очень хороший хазлам получился. Но все равно по Дракену дэмэджа в итоге может хватить. И Рейзен остается следующей целью. Мэтью пока подбивает. Мэтью очень мало хп остается. Его никто не добьет. Есть койл. Подхиливает его свой. Рейзен погибнет за это. Но по крайней мере он спас своего тиммейта. Ну и кентавр тоже будет следующей жертвой. Успел дать double H при смерти. Но это минус 3. В ноль разменялись. И подцепили все-таки Мэтью, который здесь задержался. И он за это поплатился. О, да. Единственное, кто вот так вот опосредованно держался. Так и не вступил по настоящему Драку. И вышел из нее. По крайней мере живым. Еще тысячу золота отыграли. И опять тролли ничего из этого не досталось толком. 4 ассиста и денег за это просто мизер. На одной Дракен он 4 ассиста получил. Ну, зато совсем скоро появится Дефюжил Блейд. И он, возможно, станет поопаснее. Здесь очень остро встает вопрос о БКБ. И он это БКБ должен покупать. Я думаю, что дальше можно собрать его на следующий же слот. И действительно видим то, что он его ставит сразу после Дефюжил Блейда. Это раннее БКБ будет, в принципе, одним из намеков на то, что они хотят как можно быстрее закончить эту игру. Они не видят в лейте шансов для себя. Поэтому вот торопятся с такими предметами. У Queen of Pain Orchid появляется. И тоже будет следующим БКБ. Кримсон Гвард пока собирает Кентавр, чтобы защищаться от тролля. И Пайпа на самом деле тоже понадобится, но не от всего она спасет. Все-таки есть чистый урон у них. Есть и много всего противного. Грейвсы, наверное, какие-то, но здесь их относительно некому собирать. Разве что только если Лина когда-нибудь в один день сможет их себе позволить. Так что я думаю, пока что этими предметами все ограничится. Может, Кентавр на себя худ соберет, но там уж как получится. Так, закрыли Мэтью, нашли и забрали. Он загулял и он за это поплатился. А тут Рейзен оказался рядом. Попытается еще Тимата помочь, наверное. Возвращает обратно. Он все-таки застрял, подхиливать пытается. Рейзен, но оказывается еще рядом Клопа, который дает Соник Уэйф. И в итоге это минус 2. И снова забранный Корп. И снова Клопа вырывается на первой позиции по Нетрусу с большим отрывом уже. И если они не будут добавлять темп, то все будет, конечно, хорошо. Но вот ты смотришь на место тролля по Нетрусу и становится за него очень грустно и обидно. Хотя по факту он проигрывает Медведю только 300 золота. Разница совершенно небольшая. Кентавр. Подбивать должны. Есть Стан. И выходит Бивер. Стан получает. Лагуна Блейд получает. Имана у него даже не хватало бы на Эхо Слэм. Забирает зато в ответ Блэк саппорта вражеского. Но этот размен получился пока что еще не очень вкусный. Дракена. Вот его тоже нужно забирать. Очень мало ХП остается. Скиттер снова получает в этот раз фраг. Кстати, у него получается забрать также еще и Мэтью. И следующим должен становиться Кентека. Он ставит Стан. Накидываются топоры. И Скиттер продолжает бить. И Блэк делает тоже даблкил. И опять это минус 4 в общей сложности. И вот наконец-то пошли фраги. И вот видим сразу как меняется положение самого Скиттера по фарму. Теперь он проигрывает чуть меньше 1000 ОД только. А остальное все уже мелочи. И тут еще за кем-то погнались. О, за Тимада. Его вернули на Глимсе. И его тоже похоронят. Летит сюда. Абадон, он даже по-прежнему здесь находится. Ой-ой-ой. И может не успеть помочь просто потому, что он был под ультимейтом Дизраптора и не мог ничего дать. Самый нелепый телепорт в жизни. Было бы еще нелепее, если бы он после этого погиб. Ну и тролль пока спокойненько бьет Т2-вышку. Издалека решил заняться этим вопросом, чтобы лишний дэмошник получить от Тавара. Ну и пока Багдор не появился, можно... Ага, тут он не появится, потому что крипы уже рядом. Можно забрать вторую Т2-вышку. Последняя остается внизу. Но при таком раскладе, если развернуться и пойти забрать Аршана, то можно и на хайграунд попробовать зайти. Систяжка есть, отлично. Еще и фиссура под это дело. Скрим есть, стан есть по Биверу. Остановили его, не дали ему в кустоватях. А такой бы хороший фраг мог бы получиться. Но пока Бивер отходит назад, действительно очень хорошая работа от Мэти. Он вовремя остановил своего противника Дракен. Пока бежит впереди планеты в сейх. Если же у Ротана подцепили, его будут забирать. Уже его никак не спасти. Поэтому команда просто покидает его. И он становится жертвой всего этого пуша. Но зарабатывает себе 4000 преимущества Инфомас. И Тавра у них забрать не получилось из грустного. Я думаю, что все-таки надо делать упор на Рошана уже. В состоянии тролль драться. В состоянии тролль его забирать. Но возможно они подождут БКБшек, прежде чем врываться. В состоянии тролль. 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 Ну, пока затишье в игре. Ну, действительно, нужно дождаться 2 БКБ. Одну на клопе, другую на тролле Варварде. И там, и там довольно еще много придется до этого дела фармить. А пока прожимается смок, и будут ли все-таки Рошана забирать? Да, хотят, хотят. Смотрят, а тут никого нет. Вижена у них не хватает около Рошана, поэтому будут пытаться как-то немного количеством брать, а не качеством. И поэтому Рошан должен падать на самом деле быстро. Тут все собрались уже, кто можно. Чтобы этим заняться вопросом, подстанет немного Рошана. Еще и ультимейт решил поражать, чтобы ускориться. И да, они сделают вообще все, что угодно. До того, как успеют реагировать все ГБС, они просканили. Но даже если бы поторопились туда стягиваться, ничего бы не забрали. И видим то, что Блэку достался Егис. У него большой стрик, который терять очень и очень не хотелось бы. И сейчас выходит прямиком на Кентавра. И если Кентавр сейчас испохватится, то у него могут возникнуть серьезные проблемы. А он, кажется, здесь не похватится. Есть Смог. Только сейчас он палится. И Кентавра цепляет. Да, не дали шанс ему блинг сделать. И в итоге это минус. Ну, довольно нелепый минус, конечно. С учетом того, что были на Рошане противники, можно было догадываться, что они куда-то пойдут и держатся рядом с командой. Но команда вся тут разошлась вообще по разным сторонам. Очень далеко мытью и Рейзен. И они вроде как делают телепорт к своей команде, чтобы отпушить линию. И вот занимаются именно тем, чтобы толкнуть подальше линии, чтобы было труднее зайти на ХГ. Дракена накрыла. На нем Морчат висит. Поэтому он вообще ничего не способен сделать. И Медведь ему тоже не помог. И как это только минус 2 уже есть. И на этом моменте можно и попытаться. Ну, либо забагдорить Тавр. Я думаю, что это вполне луксилок, с учетом того, что здесь 120 хп осталось. Рейзен. Прыгают. ОД находит. Отлично. Есть Астрал. Есть Ультимейт от Дизраптора. Есть Ехо Слэм в этот раз. И Тимада как же сильно горит. И в итоге он не успевая ничего сделать погибает. Отличный минус. Еще находится Абадон. Он тут тоже недолго погулял, недолго потанцевал. Давайте пробивать. Да, пробил. Без проблем. Но все равно линию придется толкать, чтобы зайти на Т3. Ну и легче это сделать со стороны МИДа. Ну или пройтись вообще по последней стороне. Там тоже крипы уже подошли к вышке Т2. И зайти и забрать. Рейзен. Рейзен. Интека. Прожимает Ультимейт. Ему это не помогает. И пока он не выбирается вообще никак из сетки. Есть Кримсон. По-прежнему еще жив. И еще жив. И стяжка была не по таймингу. Что-то как-то он хотел ее видимо под Глимс прожать. Но получилось вообще не очень красиво. Но все равно они его забрали конечно. И все оставилось у них по-своему хорошо. И 8000 преимущества заработано уже этой командой. Ну посмотрим как они будут дальше действовать. Потому что Рошан забран. И Аегис до сих пор за ними. И надо рисковать. Надо рисковать. У них есть право на ошибку. И это использованное право может закончиться выигранной игрой. Блэк получил. Глимс. Тимада опять вернули. Закрыли. Но на него вообще не собираются пока выходить. Потому что не хватает информации. О том что происходит на хайграунде. И тут внизу вышка-то падает. Потихоньку тролль почему-то не стал ее добивать. Отправился. А за бунтосами отправился. А здесь дракен, 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 дракен. До последнего же ждал, а. Вот просто байтил он стоял под медведем пока. Просто какой-то бэдманер. Плейнг мне кажется. Ну вот так. Ход конем. И тут уже дракен пытается отпушивать. Рядом кентавр. И они просто прыгают на блинке. Может засыпить сейчас Тимада. Да, они спустили с хайграунда. Это была ошибка. Тимада оказывается отрезав кессуру от своих тиммейтов. Бивер получил опять лагуну Блэйд. Но все равно они добивают Тимада вообще без каких-либо проблем. Он должен был купаться скорее всего. Мопога еще живой. Но Райзена, видимо, здесь уже не отпустят. Да, пробивает его Бороу. Тайм спокойно его пережили. И это минус. Блэк пока что под БКБшкой начинает давить. Зацепил Лондруида. Есть Глимс. Лондруида закрыли. Опять же пессуры. Он тоже должен погибать. Очень много КП теряет. Скрим кидается. Блэка прячет. Просто в астрал пока что Тимада. Но это не сильно ему помогает. Хотя, может, Айгис выбит. Да, выбивает до конца. Айгис оставался 13 секунд, если что. Немного повременил. И, возможно, даже фраг получился бы хороший. Блэка по-прежнему держит под станом. Есть ультимейт. Блэк не сильно пострадал. У него по-прежнему много интеллекта. Хотя и 12 единиц отняли. И Т-тревушку. Надо просто забирать Т-тревушку. Ультимейт у тролля потрачен. Но вот они своего все равно добились. Побаиваются почему-то оставаться. Хотя они в полном составе. И побиты сильно. У них только Дарксир. И то они использовали грифсы. Видимо, ждали, когда откатится Кингтека. Очень больно. И погибает. Просто сразу же сбривают Тимада. Кингтека погибает. У Тимада больше нет. У Байбека он уже с него выходил. И просто ГГ пишет команда Эго Боис. И поздравляем Инфомас с первой победой. Она досталась им тоже достаточно легко. Согласитесь. Но это действительно заслуженная победа. И я по-прежнему думаю, что серия может заканчиваться со счетом плюсовым для Инфомас. Но может, конечно, одну карту Эго отожмут. Получится у них это сделать или нет. Мы узнаем совсем скоро. А пока что уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу. Обещаю, что она будет недолгой.